В городском округе для всех желающих принять участие в очном предварительном голосовании 30 мая было открыто 35 счетных участков. Сразу 6 счетных участков разместились на базе 20-й гимназии. Как там проходило волеизъявление граждан, расскажет наш корреспондент. Четыре бюллетеня на двух фамилий претендентов на выборы в Госдуму и еще на двух кандидаты на выдвижение в Мособлдуму. Получив эти документы, каждый избиратель проходит в кабину для тайного голосования. Вся процедура занимает всего несколько секунд, но они решают многое. Я считаю, что каждый должен проголосовать, потому что это наше будущее. Спокойно в штатном режиме. Так оценивает ход предварительного голосования члены счетных комиссий. Работа началась в 8 утра. После закрытия участков в 20.00 они приступят к подсчету голосов. У нас есть стол со средствами индивидуальной защиты, где избиратель может взять масочку, обработать руки, перчатки. У нас есть два наблюдателя. Один блогер, сотрудник неведостной охраны и охрана гимназии. Два человека. Кроме избирателей, счетный участок посетил и один из участников предварительного голосования Дмитрий Дениско. Он отметил высокую активность жителей, в особенности молодежи. С одной стороны, никто ничего никому не должен. Но у тебя есть такая возможность, и на этом этапе ты можешь выбрать человека, который будет более достоин. Если ты полностью доверяешь своим коллегам, своим землякам, то ты можешь, конечно, поехать на дачу. В этом году предварительное голосование проходило в течение недели с 24 по 30 мая. Основной формой его проведения стало электронное голосование. В нем смогли принять участие все избиратели, зарегистрированные и подтвердившие свои данные на госуслугах. Лиза Игязырян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.